Я не знаю, почему нам какого-то платят за это, а мы это как бы делаем. Стартуем! Когда еще будет такая возможность? Поесть. Поесть суши с нашими дорогими, многоуважаемыми. Крутое. Возьмем вот так бокал. С нашими дорогими, многоуважаемыми подписчиками. Что, хорошо для тебя, Майка? Ай-яй-яй. У меня тут карты какие-то, а ты молчишь. Зая, что значит хороша для меня, Майка? Ну просто ты сейчас договорил, что она недостаточно хороша. Просто понимаешь, то, что мы делаем, это искусство. Давай есть. По одной штучке съедим. В чем мы здесь собрались? Мы ведь не ели уже. Не ели уже целых несколько часов. Ладно, что-то салфля не уйдет. Непередаваемый вкус риса достигается благодаря чему? Почему они такие вкусные? Благодаря сыру? Судя по всему, да? Получается так. Для чего же мы собрались здесь? Ну не надо в суше-то дуть. Ну ты на меня, я от тебя и должно было в сумме туда. Знаешь, съесть волос, это не стрёмно. Стремно, когда он тебе в глаз попадает. А съесть его, это даже и немножко и полезно. Мы собрались здесь для того, чтобы просто покушать с вами. Почему нет? Говорят на ютубах, такое смотрят. А мы как раз там, на ютубах. Поэтому почему нет? Соответственно, а как нам надо было как-то предупредить людей, чтобы они заранее к нашему видосу, получается, готовили пищу? Ну как, мы что, за неделю будем рассылку? Не знаю, может надо сейчас предложить нашим зрителям приготовить себе еду и вставить 10-минутный черный экран в видео. Я могу. Поставьте это видео на паузу. Паузу поставить. Вот, вот, я к этому и веду. Поставьте это видео на паузу. Приготовьте себе еду. Садитесь перед экраном. И мы сейчас будем о чём-то говорить. А о чём мы будем говорить, мы ещё сами не знаем. Да, может быть, мы как раз таки и будем говорить о том, о чём нам говорить надо. Или не надо говорить. Или лучше не говорить о том, о чём мы хотим говорить, потому что мы ведь ни о чём не хотим говорить конкретно. Но вроде как о чём-то надо. О чём-то самое главное. Да. Итак, с возрастом я стал замечать то, что Анюта уже смеётся, потому что знает, о чём я хочу сказать. Расскажи, о чём же. Говори, чё молчишь? Я жую. Ой, это шутка. Давай, давай. То, что с годами. Роме сейчас уже, извините меня, уже не один десяток прошёл. И не два. И не два. Скоро даже не три. Да. Вот, и он стал очень часто ошибаться. Возможно, это связано с тем, что мы почти неделю бухали беспрерывно. Но не об этом сейчас. Чё такое рассказываешь? Конечно же нет. А вдруг мама будет смотреть? Мы взрослые, те уже третий десяток. И, короче, он стал забывать слова. Ну не потому, что мы бухали. Мы бухали просто потому, что повод был. Нам хотелось. Повод был. А повод, когда есть, надо бухать. Вот, и он, короче, забывает обстанную. Я не забываю слова. Ну, ошибаюсь. Я путаю ударение. Путаю ударение, это правда. Я не знаю, что случилось. Но у меня уже тот возраст, когда уже можно на возраст что-то списывать. Да. И его очень тяжело понимать стало. Он и так по среде постоянно несёт. Про то, что вселенная создана компьютерщиком. Иваном Петровым. Иван вместо Бога. А мы все в него идём. Подожди. Тема рассуждения о том, как создана вселенная, это, блин, целый отдельный видос. Это целая отдельная серия видосов. Это даже может быть целый отдельный канал. Утку. Плавание. Ну да. Небольшой спойлер к тому, что у нас в голове происходит. У тебя. Ну, если я не верю в Бога, такое можно говорить на видео вообще? Смотри, заденешь чувства верующих, поедешь. Еду в магазин. Да. Пайки теплятся. В свободной стране под названием Россия. Можно говорить всё до поры до времени. Да, я хочу власть, это тоже береги. Ладно, в общем, не будем мы об этом больше, но вы поняли. А у тебя вот, между прочим, тоже, по идее, ты должны скоро глюки начаться. Ты ведь тоже не молода. Я ещё молода. Красиво. У меня у вас есть лоб. Любая сушенка влезет в этот ротик. Между прочим, мы когда были в Кемерово, мы когда были в Кемерово в гостях, а мы не так давно были в Кемерово, для тех, кто не в курсе. Так вот, кемеровчане, если вдруг вы нас смотрите, у вас самые большие суши из тех, что мы пробовали в жизни. Ну, когда мы переехали в Краснодар, мы как-то, ну, ладно, смирились. А тут вернулись после перерыва, можно сказать. Ну, у нас полтора года почти не было в Кемерово. Вернулись, попробовали, мы офигели. Даже вонютин ротик не влазило, это сушенка. Почти влазило. А сушенка, это правильно говорит? Или нет? Хароу. Хароу. Ролинка. Роли-роли-ролинка. У каждого с нас, своя родинка. Хорошо сидим. Ну что, о чем еще? Я хотел бы что-то рассказать. Но не могу. Вчера мы смотрели фильм «Игры разума». Да. И мне он не понравился. Мне понравился. Какого года фильм это надо уточнить? 2001-го. 2001-го. Потому что я знаю, что есть два таких фильма. Это тот, который 2001-го, мне не понравился. Он всегда об этом говорит, я даже не понимаю, о чем он съедает. Когда он начинает это говорить, у меня шум в ушахе. Есть два фильма под названием «Одним и тем же». Ну ты хочешь сказать, что прямо есть такой же фильм «Игры разума». Абсолютно. Слава богу, наконец-то в ушах не шум. Привет, Сири. Оказывается. Привет, Сири. Фильм «Игры разума». Найди в интернете. Хорошо. Вот что мне удалось найти в интернете по запросу «Привет, Сири. Фильм «Игры разума» найти в интернете. Скажите. Еще разрушился. Сири – это хорошо. Сири – это удобно. 2001-й год. 2001-й год. Угу. 19-й, ты думаешь, наверное. Это гений и безумец. Блин, это вот какая-то... Вот вы знаете, какое название у фильма «Игры разума» 2001-го года? Beautiful Mind. Это переводится никак не «Игры разума». Слушай, ну хороший вопрос. Тот фильм назывался «Игры разума». Может даже... Да что ты, дай сюжет. Там люди, я помню какие-то то ли спецагенты, то ли что, их привезли на остров, они должны были там проходить какое-то задание, тренинг какой-то. А потом один за одним начали умирать. Экзамен? Нет. Экзамен они там были не на острове, а в комнате. Да у тебя... Я не удивляюсь, что эта комната же там же островная. Своего рода это остров. В квартире. Расскажи, чем тебе понравился фильм «Игры разума». Я потом найду, и может быть даже я и в это видео вставлю. Своей любовью. Какой фильм я не увидел. Но его жалко было, что вот он такой умный, но вот у него такие проблемы с головой. Бабу тоже было жалко, но вот она его так любила, что решила ему помочь. Такое бывает. Я вот тебе же помогаю. Я своего рода тоже героиня фильма «Игры разума». Интересно, а я вот больше отношусь к такому умному или к такому проблемному. Живаю. То есть я просто проблемный, но ты меня вопреки влюдач. Видите, как мы живем? К собаку-то перелеглась. Что резко голову подняла на тебя, я думаю, уже в сушенка летит. Камера это не передает, но у нас между ног собака. А мне не понравился, потому что не было какой-то прям великой актерской игры и, честно говоря, по поводу... Ну не так же, подрогайся. Помогу. Ну как он, ну так, там что-то сидел. Твоя минута славы. Ну что мне сидеть сейчас? Он готовился, у него был сценарий, там написано... Не, ну не, это... А за что ему дали награды? Четыре Оскара? Давайте посмотрим. Итак. Я не увидел супер актерской игры. Вот мы не так давно смотрели фильм «В сияние». Вот в «В сияние» вот там человек дрыгался. Ты даже сказал. Я сказала, он гениально играет актера. Блин, забыл, как его зовут. Ну, играет он офигенно. А ты сказал, ну у него просто лицо такое. Ну, у него как бы это не надо отрицать, то, что ему дано от природы не только играть, но у него и лицо классное. У него подходит оно, у него прям вот он даже, блин, он просто спит, и у него уже какая-то эмоция на лице есть. Я думаю, никто не будет это отрицать. То, что у него лицо прям само по себе уже, можно сказать, актерское. Ну, я не знаю, так можно назвать это или нет. Ты знаешь, за что дали Оскар? Четыре Оскара. Твое предположение. Мне ничего не понравилось в фильме. Блин, за музыку. Лучший фильм того года, походу. В том году, видимо, было мало фильмов. Да нормальные фильмы, отстань. И вообще всегда, кстати, биографические фильмы выигрывают. Ну, то есть они выигрывают за счет истории. Ну, типа история классная. Дальше, 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 дальше. Лучший режиссер. Лучший адаптированный сценарий. Под что? Ну, там, походу, книга была написана, и из книги сделали сценарий. И это лучший адаптированный сценарий к фильму. И книга в некотором роде есть сценарий. И как ты думаешь, кто получил Оскар из этих двух людей? Мужик или баба? Что, баба, что ли? Мужику даже Оскара не дали. Бабе дали. За что? Я же говорю, другого. Она же вообще не играла. Там рядом ходила. И вот уже весь фильм не было. Да ее просто, походу, когда приглашали в этот тухленький фильм, так и говорили. Если вы здесь сыграете, то вам дадим Оскар. Ну, что? Игры я не заметил. Люди тоже не заметили, справедливости ради. Ну, прям супер сценарий. Я ожидал от фильма «Игры разума», что там будет как в пиле. Ну, фильм «Пила», вот там такой сюжет, типа там заверченный, заверченный, заверченный. Типа, я не говорю, что должны были пилы быть. Он как этот... Ты хоть бы не перебивала меня, да? Ты как этот человек, который Джокера смотрел. Мы еще не смотрели пока, но как я поняла, это психологический трейлер, драма какая-то. А они пришли в кино и ожидали боевика. И они такие, а я думал, там будет боевик. Я не имею в виду, что я ожидал, что там будут пилы, что там будет что-то такое. Я ожидал, ну, в фильме, который называется «Игры разума», ты подразумеваешь хотя бы неожиданную концовку, какую-то интересную развязку, что там что-то такое прям вау будет. Ну, смотрели фильм «Жестокие игры»? Вот, по-моему, тому фильму «Игры разума» это больше подходит название, потому что там один человек хотел другого перехитрить при помощи разума, не без помощи онного. Другой человек хотел перехитрить другого человека. В итоге оказалось, что третий человек их обоих перехитрил. Вот это «Игры разума». Это не «Игры разума». «Игры разума» — это когда ты сидишь, и у тебя в голове реально хрень какая-то происходит. Ну, тогда могли бы назвать фильм «Хрень в голове». «Игры разума». А тогда бы было «Игры разумов». Что это за бред? «Домов» или «Мая» — это неважно. Суть в том, что там даже игры этого разума не было. Там была болезнь. Давайте теперь всех людей, у которых есть психические болезни, называть игроков разумов. Это болезнь, это не игра. Нет такого, что здесь кому-то какие-то баллы начисляются. Кто-то с кем-то соревнуется. Он просто болеет и, ну, может, в кои-то веке соревнуется с болезнью, но ни в коем случае не играет. Так это не обязательно, что в игре нужно с кем-то соревноваться. Можно играть. Достаточно обязательно. Нет. Почему нет? Ну, можно просто так играть. Как там, кстати, было, играть без победителей. Просто так играть. Ну, и какая такая игра есть, в которой люди просто так играют? Ну, давай подумаем. Давай подумаем. Ты сейчас не придумаешь. Потому что играть с собакой. Я всегда победитель. Ну, для собаки, например, есть соревнования. Ну, для тебя тоже есть соревнования, справедливости ради. Все время еле как собачку на последнем там этого. В игре всегда и должен быть победитель. Ладно, неважно. Грубо говоря, можно там интерпретировать, как супер-мега кинокритики, что он наиграл, а целью было извлечение. Допустим, так. Но как-то все равно тухленько. Но не было там прям игра, это опасность. Это напряженные моменты человека. Но это биографический фильм, где в богемской рапсодии напряженные моменты. Это биография, так вот оно и есть. Но чисто технически можно сказать, что... Снимешь свой фильм по своей жизни, можешь там боевик вставить. Таким образом, можно сказать, что биографические фильмы априори имеют больше шансов на Оскара, больше шансов. Причем, по идее, чем более человек, про которого снят фильм, чем он более известен, чем больше он имеет аудиторию, тем больше шансов, что фильмы дадут Оскара. И вот, например, вопрос даже вот к нашим подписчикам. Вот так вот. Если бы Люк Бессон, там, ну, лучшие люди вот в этой сфере вообще написали книгу или сняли фильм, или там что-то еще сделали про нас, да, вот им бы дали Оскара. Мне кажется, нет. У нас слишком много хейтеров, чтобы фильму про нас дали Оскара. А вот про... А фильм может быть и хорошим. А фильм может быть и хорошим. А фильм может быть плохим, но про хорошего человека. Вот, например, как там фильм про войну там во Вьетнаме. Ну, как ему не дать Оскара? Вот фильм «Взвод». Хороший тому пример. Да чего взвод, его никто не знает. Взвод все знают. Никто не знает. Как много у нас с тобой противоречий вообще. Это писалось. Такой фильм можно вспомнить не... Вот я попыталась что-то вспомнить и не про биографию, а который получил Оскар. А можно сказать, что фильм «Титаник»? Он же не про биографию. «Титаник»? А он получал Оскар? Да по-любому «Титаник». Ну, «Титаник» это тоже, извините меня, про крушение. Ну, то есть чисто можно технически сказать. Кстати, «Титаник» по-моему дали роль Байби опять, награду. А Леонардо Ди Капри вот так вот побрили. Вот, кстати, знаешь, фильм «Аватар» по-любому получал Оскар. Ну, вот так. «Титаник». Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая работа оператора, лучшие декорации, лучшие костюмы, лучшие монтаж, лучшие монтаж. Там, наверное, даже массовки Оскаров выдали. А это же в 90-м году фильм. Ну, там просто было не очень много фильмов. И там я представляю, какой фурор был в 90-м году. Ну и плюс, да. Его до сих пор смотрю. Лучшие визуальные эффекты, лучшие песни, лучший саундтрек, а они не получили. А был какой-нибудь Оскар, которого такие думали, кому дать, кому дать? И «Титанику» не дали. По-моему, все Оскары сгребли пацанам в одну команду. «Аватар» получал Оскар? Вот фильм там, не знаю. 7,9 оценка. «Законопослушный гражданин». Вот чем не Оскар? Да, он не получал Оскар. «Законопослушный гражданин»? Естественно. Хотя офигенный эффект. Лучшая работа оператора, лучшая декорация, лучший визуальный эффект. Ну вот. Но прям ему не дали Оскара, как лучший фильм. Ну это же тоже как бы Оскар, по идее. То есть, грубо говоря, на Википеде будет написано «Фильм имеет три Оскара». Нет? Да, вообще да, но есть же Оскар прям типа лучший фильм. Нет, ну это да, это да. И вот ну-ка, лучший фильм давай. А какие были там? Оскары за лучший фильм. Так, в девятнадцатом году «Зелёная книга» это что-то прям, это прям лучший фильм, лучший фильм или это просто? Мне кажется, «Жёлтым» выделено, это номинанты, а «Жёлтым» выделено, это тем, кому... Ну, кстати, вот «Зелёная книга» мы с тобой смотрели, ну дерьмо, ну правда. Опять биографический фильм, основанный на реальных событиях. Мне не понравилось. Я помню, смотрели. Но я бы сказал, что он... Он был пианистом. А что, там какая? Он примерно такой же, как и этот. Да. Но чуть-чуть лучше. Он даже хуже. Не знаю, мне чуть-чуть больше. Да, хуже. Фильм «Выживший» был такой себе, кстати, с Леонардо Ди Каприо. Но не одна его из лучших работ. Но элементарно. Но ему уже дали, потому что надо, да. Тот же «Титаник», «Остров и остров». Да, 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 «Титаник», «Остров проклятых». «Остров проклятых», «Начало», что, «Оксум» и «Стрита». Другое говоря, награды в кинематографе, они примерно так же рандомные. По блатам сдаются. И, конечно же, влияет история. Да, да, да. Влияет история, как это всё выглядит со страны. Тоже, смотри, представить себе фильм, там, какой... Вот ты... Сейчас посмотрел какой-нибудь фильм. Восьмого-девятого года, по-моему, тогда там снимался. То есть Леонардо Ди Каприо с вот этими фильмами, тут вообще их нету как номинантов. Ну, Леонардо Ди Каприо дали просто? А фильмы, типа? Не, я даже «Выживший» не смотрела. «Выживший» же был когда-то 16-го. Я имела в виду, может быть, «Волк с Уолл-стрит» хотя бы номинировали. А их даже не номинировали, а это же офигенные фильмы. А прочь номинировали. Что? Нам надо было видео с этого начинать. Вот. И как так, да? А потому что, походу, в те годы были какие-то другие фильмы, которые были с драмой какой-то, с такой... Были с этим... с биографией. И Леонардо Ди Каприо с вот этим фильмом. Ну, не только он, а просто вот, например, даже тот же «Волк с Уолл-стрит». Он там так орёт, у него капилляры лопаются в глазах. А я ему скажу, что «Ты не номинировал?» И ваш фильм вообще не номинирован, потому что дерьмо сняли. Короче, это всё несправедливо, я считаю. Ну, я бы сказал так. Не то, что это не всё несправедливо. Ну, не всё здесь справедливо. Вот правильнее так. Как и обычно. Как и везде. Как и на Ютубе. Может, тебе понравились, Саша. Да, про суши, как всегда, молодцы. Я, кстати, вот не понял. Отличие вот этих от вот этих. Но вот этих, по-моему, вкуснее. Я не знаю, там была скидка 25% для меня. Я доказалась, что я делаю. Это очень-очень правильно. То есть на всё на вот это была скидка 25%. Восхитительно. Мы очень любим скидки. А всё почему? Потому что мы экономные люди. Экономные люди, да. Мы смотрим в будущее, пытаемся в него заглянуть. Точнее, заглянуть может. Не каждый или не каждый может. А что ты это самое так в палочки попала, будто всё? Я наелась просто. Я уже не могу. Ну, давай. Ну, можно не пихать. Он постоянно так делает. А потом говорит, ты толстая, надо тебя посадить на блевотную диету. Что за блевотная диета? Ну, вчера. Типа. Это была твоя шутка. Вот что самое пищное. А ты согласился. Это была твоя шутка. А ты согласился. Ну, я просто транслировал то, что ты хотела. Я не могу отместить. Может быть, ты вставишь это видео. Мы тут вот едим. Собака просто тут уже всякая разная. Продолжаем. Блевотная диета. Это, кстати, называется уже как-то. Блевотная диета. Нет, это называется расстройство психическое. Блин, я тоже стала забывать слова. Дебилизм. Ты постарела прям во время этого видео. Есть анорексия, а есть булимия. Булимия это называется. Они же блюют, по-моему. Во время еды. Чтобы еще съесть. Это же гениально. Не чтобы еще съесть, а чтобы поесть. Наверное, у всех, типа, сказать там это. Ну, или чтобы обмануть свой организм. Потом вот он блюют. Потом могут еще поесть. Ну, могут не есть, конечно, да. Ужасная тема. В последнее время вообще от этого то ли отходят, то ли что. Но бодипозитив, все выглядят хорошо. Размер 25ХЛ. Это норма? Не, мы не за это. Я не поддерживаю такое. Я поддерживаю такое. Ну, все должно быть в мире, все должно быть со здоровьем связано. 25ХЛ это все-таки не здоровье. 26Х в Excel это еще норма. Я не знаю, сколько норма, но здоровье это тогда, когда человек выглядит красиво. Красиво у всех по-разному. То есть, когда он себя ощущает красиво. По крайней мере. И, допустим, когда он легко может подняться там элементарно на третий этаж. Допустим, образно говоря, и он там не задыхается от того, что у него там сердце останавливается. Все должно быть в меру. И человек должен себя хорошо чувствовать, красиво и здорово. Ну, тогда это бодипозитив. А вот так из себя сделать вот такую спичку ради того, чтобы понравиться какому-то Роме. Бабе. Там же Ромка какой-то же. Понимаешь? Я вроде не могу к щепке, а так нельзя? Вот для тебя, например, до третьего этажа подняться и не задыхаться, это норма. А что если я поднимусь на третий этаж и буду задыхаться? Мне что, худеть? То есть, я не норма? Не худеть. То есть, грубо говоря, я просто хочу сказать, что... Красиво и здорово, значит, ты не здоров, надо ходить в спортзал и заниматься спортом. А где эта грань здоровости? Ее кто определит-то? У нас врачи в России всем говорят, что вы здоровы, пока не умерли. Не ешьте майонез, еще они сюда говорят. Естественно. Ну, вообще, можно похудеть, майонез не ешьте. Кроме тех врачей, которые сами вот такие, они говорят, да, ешь. Все это фигня. Вот, просто я хочу сказать, что, безусловно, да, тут нужно там понимать, что не прям вообще все нормально. С другой стороны, очень толстых людей считать нормальными не надо, потому что им вредно от этого. Вопрос в том, где эта рамка, как ее определить, где еще нормально, а где ее уже не нормально. Каждый ее сам для себя определяет. Люди зачастую определяют ее неправильно. Вот, например, анорексички, это же не нормально, и даже я согласен. А им кажется, что они нормальные. Опа. А что это? В общем, у нас отключилась камера. Это значит, что мы уже наговорили 30 минут. Мы, конечно, что-то из этого порежем, но пора заканчивать. А самое главное, мы наелись, потому что мы же немного едим. Вот. Надеюсь, вам понравился такой новый формат. Надеюсь, вам было приятно смотреть. Может быть, мы его продолжим, может быть, нет. Если вам понравилось, то пишите. Если вам не понравилось, то пишите. Как вы поняли, у нас с Амютой очень много противоречий. Вот так. Если вам не понравилось, то как-то так. Мы все равно обрезаем эти дозы. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Пока.